Теперь давайте обсудим, как происходит выделение памяти в стиле C++. C++ предоставляет два набора операторов для работы с динамической памятью. Это new и delete, которые используются для одиночных значений, и new квадратные скобки и delete квадратные скобки, которые используются для массивов. Важно, что эти пары являются связанными, и если вы выделили какую-то память при помощи new, то удалять ее нужно при помощи delete. А если вы выделили ее при помощи new с квадратными скобками, то удалять ее нужно при помощи delete с квадратными скобками. Важно отметить, что new и delete не являются функцией, а являются операторами, поэтому при их вызове не нужно указывать круглые скобки. Давайте посмотрим, как это происходит на практике. Для того, чтобы использовать простую версию оператора new, надо просто указать тип элемента, который мы хотим выделить, и инициализирующее значение. В данном случае выделяется область памяти под одно значение типа int, которое инициализируется числом 5. То есть там будет один int с значением 5. Для того, чтобы освободить эту память, используется оператор delete без квадратных скобок. Если мы хотим выделить массив, то все еще проще, мы указываем тип и размер массива. И, соответственно, если хотим освободить, то используем delete с квадратными скобками и имя указателя. Важно отметить, что операция new сразу же возвращает типизированный указатель, то есть нам не приходится приводить указатель к типу int, так как здесь написано, что мы выделяем память для хранения значения типа int, то возвращаемый указатель сразу же является указателем на значение типа int. Продолжение следует... Продолжение следует...